всякой хрени наговорим серёга в этого пока едем нужно все равно и ничего нет извини сегодня у нас нет необычный формат скажи не так опа здравствуйте охота опа здравствуйте мы едем на чему бы на чем бы вы думали на новом уаз патриот да все докатились 2015 года до тенинговая тенинговая серёгин и в итоге вот сейчас едем на новом уазике 2015 года как так получилось что мы решили на этом уазике прокатиться серёга решил продать свой уаксик не решай подумал чё-чё будет но так надоело продам его не так не надоел не совсем просто тяжеловато по-честному тяжеловато ездить на таком автомобиле не в лесу не на бездорожье там-то как раз все нормально передвигаться до этого самого внедорожья ну этого самого леса которые находятся как обычно мы не ездим там загород там в пригород в лесок на шашлычок на сосисочки барбекю а едем как бы подальше так вот тут все-таки даже взять такие недалекие в глобальном как сказать глобальном смысле люди ездят подальше наши поездки вот на канджаковский камень на тему перевал дятлова как ни крутить трасса у нас получается там у саня в дятловости взять я не помню трасса там общий помн тысячи что-то 800 или 1900 было километров туда обратно маршрут был 1900 1898 да 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 я не помню но около двух тысяч километров так вот из них там было наверно тысяча семьсот что ли это трасса это трасса да ну то есть асфальт вот я не скажу что я очень сильно мучился авто на дятлова мы ездили на канджаковский камень на будериджа к м2 которые седьмые были 37 на 12 половиной то есть нормально не чувствовал прямо что на трассе я совсем тихоход все мешались и все такое но тем не менее все равно сейчас сороковые гудеры в итоге как бы с позволения сказать стал похож на трактор в итоге туда как-то так какой-то определенный момент пронеслась мысль а как же вот он стандартный до новых наедет вообще как по асфальту явно лучше а как он на бездорожье а намного ли он хуже вот чем прям совсем такой плохой что он вообще не едет никак но затею со стандартными колесами мы сразу отбросили вере не сразу мы хотели ехать на стандартных вообще колеса и цепи взять да и цепи взять ну как бы лень победила размер здесь точно мы сейчас посмотрели 245 на 75 16 здесь стальные диски штампованные то есть в принципе если вы купили вот патриот вот он вот такой есть сейчас по трассе едем не на такой резине да ну вот такой вот а вот он без ничего без блокировок без лебедок без неотягощенный ничем лишним багажник пустой нету нету кучу запчастей карданы не знаешь русы все вот едем пустые до поставили только вот эти кевларами боковинами колеса поставили в дилерском центре где нам предоставили автомобиль у вас авто техобслуживания город челябинск на косарева да вот попробуем проехать там где обычно и дальше среднестатистического автомобиля но сейчас можно сравнить я могу с 2007 годом сравнить по трассе ну сказать что есть каких-то кардинальное отличие я не могу то есть чуть-чуть по-другому двигатель работает на раб он более с низов начинает тянуть не так кажется вот но рулевое управление тоже тоже может быть чуть-чуть более такое то есть меньше лифтов потому что что у меня уже возраст тоже в автомобиле сколько считай 8 лет ребята вы не отчаивайтесь скоро я сяду за руль этого автомобиля я вам расскажу по сравнению с моим трактором на 40 колёсах лифтованный перелифтованный весь есть не знаю чё с ним там наваривать сколько лифт я не знаю там сколько лифт но уже больше 100 миллиметров внедорожники его вчера забирал там дмитрий загорукин закрывал как ну чё капот когда поднялся до вида конца на упорах его чтобы закрыть надо он не маленького роста под метр девяносто как я так он тянулся он говорит что за красный такой капот не закрыть уже нормально саня тут говорит 2007 там все это все равно более-менее автомобиль у него такой шустрый стандартный все а я вот после свое в городе как один кто-то написал там нам в комментариях как на автомате на третьей передаче вот угадал практически я езжу в городе на третьей передаче то есть я опять же не тихоход всем не мешают нормально он на 3 разгоняется я на 3 до 80 на нем на 3 комфортно ехать расскажу сяду и как и тормоза и все такое прочее потому что тормоза с позволения сказать у меня остались но такие то есть я вот недавно мне пришлось экстренно тормозить что ли сказать так на асфальте ну не совсем видимо экстренно я вдавил педаль богу ни одно колесо он замедлялся там как на бс практически но ни одно колесо не заблокировалось автомобиль не для каждодневной не для повседневной жизни он только для поездок то было бы большой или величайший даже ошибка или глупостью собрать такой автомобиль я имею ввиду на сороковых колен на 40 колеса его поставить лифтовать ездить красоваться по городу поэтому он стоит от поездки до поездки у меня то есть я там до дома доехал потом саня забрал там пассажир все и мы поехали в лес мы едем как бы по трассе вот опять же вот она и в принципе как бы все это все это в совокупности устаешь все равно вот посмотрим да вот здесь вот уже можно сказать то есть в городе я вчера поездил чуть-чуть обычный легковой автомобиль ну как не бмв конечно там не porsche каен ездил на пушкой рассказывали как есть говорят вообще круто вот рассказывают что лучше чем уазик он рулится и все такое вот то есть по городу нормально по трассе сейчас еду вообще спокойно так нормально вот скажу скажу о том что я пассажиром практически не ездил никогда вот тогда сани мы ездили когда у меня потом разбили мы на ее за юрмой на догоная вот я там на его автомобиль ездил пассажирами за рулем вот сейчас я еду пассажиром уже сколько километров мне нравится удобно кресло удобный еще это автомобиль есть такого предназначения он как экспедиционник позиционируется правильно вот и так и куда мы нет мы нам понятно как экспедиционник то есть получается я на нем должен преодолевать приличное расстояние по асфальту грунтовки там по какой-то оставать и не уставать да то есть мы вот так вот оценить до конца ну сколько я ездил тысячу километров в день там чуть побольше 1200 в день но на своем уазике нормально и не сказать что устаешь но еще надо учитывать что если ехать на два-три дня 4 там или неделю на него еще и ломаться не должен то есть мы вот это оценить не можем то есть мы вот так и такие поездки не ездили а вот шаталов евгений кто нам предоставил этот автомобиль то есть у них вот есть проект red of road они преодолевает очень приличное расстояние ездят очень дальние экспедиции и по их оценке этот автомобиль как экспедиционник можно сказать состоялся то есть он вполне подходит то есть при определенных навыках при подготовке автомобиля то есть грубо говоря надо просто проверить все чтобы там ты о провести то он можно может преодолевать вот эти большие расстояния там тысячи километров без поломок без серьезных во всяком случае так нам вот рассказывает что можно спокойно смело на заводской автомобиль садится и ехать в казахстан например да там по степям и взять только не собой собой не забыть да то есть как минимум вот про тюнинг мы расскажем чуть попозже которые вот например необходим для этого автомобиля чтобы быть более уверенным да то есть если взять серёгин автомобиль это чё такое я уж думал он сигнализирует что мы к горам подъехали все типа готовься там пристегните ремни атомаса серёга забыли ремень пристегну вот у серёги автомобиль там столько тюнинга что даже трудно себе представить то есть все началось колеса блокировки какие мы только не пробовали разные блокировки частые квайфы были они с позволения сказать блокировки в обоих мостах стояли квайф квайф потом спели на передке дак поселился сзади квайф оставался потом даки даки там меняли на более какие-то совершенные даки спереди потом сзади дак у меня был даже помнишь на масленицу ездили поставили дак который назад было сто процентов вперед 90 но вот так сзади это как бы не очень не камильфо да поэтому я его снял и поставил обратно квайф потом сзади блокировка была блок спорт у меня вот она пет поселилась у меня ну и потом колеса больше и вот напередок пришел пришла тоже блокировка блок спорт то есть блокировки различные защиты защиты сколько это веса бампер передние защиты снизу плюс опять-таки то что вес увеличивается пришлось переднюю подвеску усиливать пришлось усиливать то что лифт это карданы под другим углом стоит запаска 50 килограмм 57 килограмм и сама калитка там я не знаю сколько она вечно прилично тоже еще и мосты усилили недавно нам да как бы от от расчелковывания основной проблем это это была просьба блок спорта мы кстати покажем как это да 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 как это задумка была реализована опять о внедорожникам ну получилось очень интересно вот и получается что весь этот тюнинг для того чтобы проще ехать по бездорожью то есть чтобы там не засматриваться на камешке не думать о том что колеи там те не хватит потому что он практически уже как урал по колье да ну сколько там практически очень можно очень близко уже каждое улучшение внедорожных качеств для именно внедорожье это минус на асфальт маленький может быть где-то больше но минус поэтому вот весь смак или вся соль в том что вот мы сейчас решили проверить по тому же маршруту по которому обычно едем мы сейчас поедем на стандартном автомобиле много раз ездили на мы правда немножко схитрили мы взяли на помощь там одну классную машину то есть она нас вытянет и сейчас серега но мне нравится нормально так по трассе если не торопиться вообще поскольку 8 не сказать где-нибудь в лесу в отчаянии будь рубля тот день когда сел за баранку этого а сейчас сейчас посмотрим мы же мы же все по-честному честнее некуда мы решились на такой шаг то есть да то есть он и 40 после сороковых колес и всяческие блоки то есть не сразу понятно 40 колеса еще раз повторю а после всего постепенного такого тюнинга всех изменений всего-всего и как бы это сказать вперед в будущее или назад в прошлое даже не могу сказать в общем сесть на стандартный патриот новый право а